Добрый вечер! Вы смотрите информационный выпуск сегодня в начале о главных событиях 30 мая. У вековечения имени медаль Туреза Кулумбегова вручили сегодня его семье. И вновь в числе первых моделер-дизайнер Холуби Коев представил новые коллекции «Вторая любовь» и «Модный отряд». Югостинские футболисты выехали на чемпионат Европы под эгидой Канифам. Состоится визит Анатолия Бибилова в Республику Арцах. Президент Анатолий Бибилов и президент Бакуса-Океан проведут переговоры. Также делегация Южной Осетии посетит промышленное предприятие Республики Арцах, мемориальный комплекс, культурно-исторические объекты. Кроме того, в рамках визита делегация Южной Осетии примет участие в торжественной церемонии открытия чемпионата Европы по футболу Канифа-2019 и посетит матч с участием югостинской команды. Об этом сообщает прислужба главы государства. В марте прошлого года парламент Республики учредил медаль Тореза Колумбекова. Это дань уважения человеку, который был видным политическим и государственным деятелем. Первым возглавил Республику в самые тяжелые годы. Сегодня первую медаль законодательного органа Южной Осетии вручили семье видного деятеля. Я хочу от имени нашей семьи еще раз выразить благодарность. Президенту нашей республики, лично банка о главе, парламенту, правительству, всем, кто принимал участие в этих мероприятиях. Большое спасибо авторскому коллективу, который сняли такой великолепный фильм. Это большая творческая работа. Большое спасибо всем людям, которые поддерживали нашу семью всегда. В годовщину признания Сирийской Арабской Республикой независимости Республики Южная Осетия президент Анатолий Бибилов направил президенту Сирийской Арабской Республики Башару Асаду телеграмму со словами искренней благодарности за личный вклад в укрепление международных позиций Республики Южная Осетия. Цитата. За минувший год были сделаны важные шаги, заложившие прочный фундамент дружбы и сотрудничества. Южная Осетия высоко ценят дружественный и конструктивный характер отношений наших стран и надеются на их дальнейшее развитие в интересах обеих наций. Пользуясь приятным случаем, прошу вас, господин президент, принять от меня, а также от имени народа и правительства Республики Южная Осетия наилучшие пожелания мира, благополучия и процветания вам и вашем лице, всему сирийскому народу. Конец цитаты. Представительство Россотрудничества в Республике Южная Осетия организовало участие в гостинских спортсменах в международных соревнованиях «Пятых Всемирных Играх Соотечественников». Алена Алтаева продолжит. Команда юных спортсменов из Южной Осетии примет участие в «Пятых Юбилейных Всемирных Играх Соотечественников». Международные соревнования среди детей пройдут в Ханты-Мансийске с 31 мая по 6 июня. Организовало поездку представительство Россотрудничества в Республике Южной Осетия. Ребята будут участвовать в соревнованиях по теннису, плаванию и шахматам. Кроме соревновательного процесса будет организован конкурс по русскому языку. Большая работа была проведена Комитетом по молодежной политике. Они отобрали среди детей лучших спортсменов, которые достойно представят Южную Осетию. Мы собрали команду, которая едет защищать честь страны на спортивной площадке. Желаю, чтобы только в спорте, только в культуре и только в науке шли соревнования и не было никогда других битв. Президент Анатолий Бибилов встретился с участниками игр. Он отметил, что мероприятие серьезное. В нем принимают участие около 60 стран мира. Глава государства уверен в том, что дети проявят себя ярко. Продемонстрируют не только спортивные навыки, но и познакомят представителей других стран с осетинской культурой. Хочу вам пожелать удачи и успехов. Там 60 стран участвуют. И, конечно, они тоже готовились, они тоже хотят победить. Но, зная ваше стремление к победе, зная, что вы готовились и имеете огромное желание победить, я думаю, что вам это не должно составить большого труда. Успехов ребятам пожелал посол Российской Федерации в Республике Южная Осетия Марат Кулахметов. Алена Уттайва, Рауль Кочев, Тамерлан Кусраев. Информационный выпуск сегодня. В Знаурском районе Республики определились победители конкурса «Ученик года». Стоит отметить, что участники показали хороший уровень знаний родного языка. Были вопросы по истории Осетии и нардскому эпосу. В пятый год отдел образования Знаурского района проводит конкурс «Ученик года», где могут принять участие школьники-хорошисты и отличники. В этом году в финал вышли семь человек, но только первые три места являются призовыми. Помимо дипломов победителям вручили и денежные премии. За второе и третье место – 10 тысяч рублей. 50 тысяч рублей победителю. У нас есть спонсоры. Это «Единая Осетия». В этом году у нас появился еще один спонсор. Это сын Гоглоева Исака Захаревича, Гоглоев Леонид Исакович. Он решил в память своего отца сделать нам приятное, то есть вручить победителю денежный приз в 50 тысяч рублей. Его отец 22 года заведовал отделом образования при администрации Знаурского района. 2019 год объявлен годом Кустахи-Тагурова, поэтому в положение конкурса были внесены некоторые поправки. Один этап был посвящен жизни и творчеству поэта. Конкурсанты должны были ответить на пять вопросов и прочитать стихотворение. Были вопросы и по истории Осетии, традициям и нардскому эпосу. Жюри оценивало конкурсантов по бальной системе. Учитывались и результаты районных предметных олимпиад. Первое место заслуженно присудили ученицы Знаурской средней школы Кристине Субаевой. Второе – ученицы Таригуанской средней школы Линде Гоглоевой. И третье место заняла Алина Кузаева, ученица Викмарской школы. Для участия в конкурсе «Ученик года-2019» я подготовила социальный проект на тему постройки медицинского центра в поселке Знаур. Я считаю, что этот центр необходим не только для жителей нашего поселка, но и для всех жителей Республики Южная Осетия. Я подготовила социальный проект «Интерактивный музей Творцов Осетии». Я написала в передвижном формате, то есть его можно будет перемещать из одного помещения в другое, при этом просто нужно будет установить оборудование. Победители поздравила заместитель министра образования Элиса Гоглоева и председатель парламентского комитета Нонна Тедеева. Такого рода мероприятия стимулируют детей достигать больших успехов в учебе, помогают им развиваться и идти уверенными шагами в будущее, отметили выступающие. Алена Алтайва, Заурустаев, информационный выпуск сегодня. В прошлом году на территории Южной Осетии была зафиксирована вспышка надулярного дерматита, которому подвержен крупный рогатый скот. Во избежание повторного распространения заболевания Министерство сельского хозяйства проводит вакцинацию. Как отметил главный специалист управления ветеринарией Минсельхоза Владимир Лулоев, некоторые жители отказываются прививать своих животных, якобы потому, что были зафиксированы случаи падежа домашнего скота от вакцины. Однако кандидат ветеринарных наук Владимир Лулоев заверил, от вакцины нет вреда. Она, наоборот, способствует вырабатыванию иммунитета у животных. Препарат проверен. Им пользуются на всей территории России. Крупный рогатый скот должен подвергаться вакцинации. Я обращаюсь к населению, ко всем, кто держит домашний скот. Отнеситесь к прививкам со всей ответственностью. В прошлом году уколы уже делались, но некции хватает всего на один год. И сейчас ее нужно обязательно повторить. В Северо-Остинском государственном академическом театре имени Владимира Тхабсаева сегодня открылся международный кинофестиваль «Кинобарс». В программе мастер-классы и творческие вечера. По мнению президента кинофестиваля Алана Добузова, фестиваль – это прежде всего форум школы, на базе которого сможет развиваться и возражаться кинематография. Председатель жюри кинофестиваля «Кинобарс» Аким Салбиев. И вновь очередной успех моделера-дизайнера Хоха Бекоева. Новые коллекции на модном показе во Владикавказе покорили зрители и жюри. Из восьми дизайнеров из разных городов России коллекции нашего соотечественника заняли второе место. Югостинский дизайнер Хох Бекоев в очередной раз представил свою коллекцию на модном показе и занял второе место. На отборочном этапе ежегодного международного конкурса «Фэшн-битва» модельер представил образы из коллекции «Вторая любовь» и «Модный отряд». Это уже моя третья коллекция, которую я представляю в четвертый раз. Первый раз я ее продемонстрировал в Казани на «Волка фэшн-вик». Модное мероприятие прошло в воскресенье во Владикавказе. Дизайнер представил по шесть образов из каждой коллекции. Акцент он сделал на стиле милитари. Хох Бекоев совместил несочетаемое. Воинственный дух каждого образа он внес максимальную утонченность и элегантность, при этом не забыв о комфорте. По-новому дизайнер переосмысливает тему милитари, отдавая предпочтение строгим классическим стилям, сдержанным цветам, атрибутам любой униформы. На место им приходят блузы-трансформеры, юбки-пояса и многое другое. Юрий модного показа высоко оценил представленную коллекцию гостинского дизайнера. Всего в фэшн-битве приняли участие восемь дизайнеров из разных городов России. По словам молодого модельера, он доволен своей работой и счастлив, что среди стольких известных мастеров его работы были оценены по достоинству. Я занял второе место. В принципе, для меня это было не большим окорчением, потому что в конкурсах я участвую не для того, чтобы победить или взять главный приз. Для меня важно бывать как начинающему дизайнеру, послушать профессиональное мнение. В планах Бекоева большой показ коллекции в Южной Осетии. По его словам, это произойдет в конце лета. Стелла Бязарова, Зауру Стайв. Информационный выпуск. Сегодня. Информационный выпуск. Продолжают новости спорта. Спорная команда Южной Осетии по футболу выехала в Республику Арцах на чемпионат Европы под эгидой Канифа. Возглавляет спортивную делегацию председатель комитета по молодежной политике, спорту и туризму Сергей Засеев. Подробности далее. Перед поездкой команда прошла двухнедельные сборы в Схинвале. В первую неделю больше внимания уделяли физической подготовке спортсменов. А во вторую неделю больше проводили упражнений с мячом. Отметил тренер сборной Республики Южной Осетии Суслан Кочев. Двухнедельные сборы у нас прошли по такому этапу, что недельный сбор у нас был двухразовые тренировки на физику. А вторая неделя уже проходила больше с мячами. Там тренировки у нас были очень хорошие с мячами все, чтобы ноги немножко отпустили. И ребята, чтобы они уже к чемпионату поехали готовыми, ненагруженными. И я думаю, что команда сейчас, если не на 100%, а на 80% точно готова. В сборную страны в первую очередь были призваны игроки футбольного клуба Схинвал. Также были приглашены и игроки, играющие в первой и второй российской лиге. Изменения произошли и в тренерском штабе. Те проблемные линии, которые у нас были, по этим линиям пригласили игроков. Это люди, которые играют в первой лиге, во второй лиге. Гурцев Батрас, Хацай Джамбулат, Алексей Молдаров. И я думаю, что они нас усилят и нам помогут. Потому что сейчас, как я до этого говорил, в команде хороший микроклимат. Серьезно подходим к чемпионату. И я смотрю на ребят, и все ребята серьезно готовятся. Пригласил помощника второго тренера, это моего близкого друга Хозьева Марата Узбевича, который сейчас работает в «Спартаке» в Владикавказе тренером. Очень серьезный тренер тоже, в прошлом опытный футболист. И я не сомневаюсь, что и он нам тоже поможет. Накануне сборная провела двухстороннюю встречу, которая помогла тренерскому штабу определиться с основным составом команды. С составом в голове-то я уже поделился, но до игры этот состав, кроме тренеров, никто знак не должен и не будет. По словам нападающего сборной Ибрагима Базаева, команда будет стремиться к победе. Времени для подготовки у нас было мало, и сейчас команда в каком состоянии находится, тяжело сказать. Но у нас команда сейчас тоже тренируется с позитивом, тренировочный процесс проходит, я думаю, так как надо. Будем выходить на каждый матч и будем стараться выигрывать. Чемпионат Европы под гидой Кунифа пройдет с 1 по 9 июня. Команды поделены на две подгруппы. Сборная Южной Осетии будет играть в группе «Б», где также играют Сикейский край, Западная Армения и Падания. Югостинские футболисты свою первую встречу проведут 2 июня с Западной Арменией. На второй день они будут играть с Паданией. А 4 июня соперником Южной Осетии будет команда Сикейского края. Определились лучшие плавцы международного турнира по плаванию на президента Республики Южная Осетия. Подробности расскажет наш спортивный обозреватель Батрат Схуриев. В сканевале завершился международный турнир по плаванию на призы президента Южной Осетии. На финальные заплывы пришел президент Анатолий Бибилов. Глава государства поздравил участников турнира. Очень приятно, что и уровень соревнований с каждым другом увеличивается. Очень приятно, что результаты спортсменов получаются. Это все говорит о том, что прогресс у нас есть. Слова благодарности хочу выразить президенту Федерации плавания Республики Южной Осетии, Дерлеевой, которая полностью всю саму себя отдает этому виду спорта. И я думаю, что нам очень много еще удастся. Соревнования проходили в течение двух дней и собрали сплавцов из Южной Осетии и городов Российской Федерации. За призы боролись представители Цхинвала, Невиномыска, Пятигорска, Кочубеевская, Эссентуки и Черкеска. Многие из участников турнира второй раз приехали в Южную Осетию. Мы приехали со Ставропольского края, являемся гостями гостеприимной земли в Южной Осетии. Нам очень нравится и место проведения, то есть база, на которой проводятся соревнования, и организация. И сам народ, который нас принимает, он очень гостеприимный. Сюда хочется еще и еще раз приезжать. Очень большой призовой фонд. Первый день турнира на официальном открытии соревнований приняли участие представитель правительства Эрик Пухаев, министр образования Натали Гасева и помощник президента по вопросам спорта Руфин Дюэль. Соревнование посетила и уполномоченный по правам ребенка Гульнара Козаева. Участники соревнований были поделены на несколько возрастных групп. Они боролись в разных стилях плавания. По результатам соревнований были награждены лучшие пловцы. Батрас Хуриев, Ринат Медуев, Рауль Кочиев. Информационный выпуск сегодня. Далее узнаем прогноз погоды на завтра, 31 мая. Во всей республике ожидается ясная погода. В Снаурском районе днем плюс 24, ночью плюс 12. В Завском районе днем плюс 19, ночью плюс 10. В Курадик-Вайса днем плюс 23, ночью плюс 12. В Ленингорском районе днем плюс 28, ночью плюс 15. В столице республики Вскенвале днем плюс 26, ночью плюс 13. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джуэева. Желаю вам всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова